Приветствую вас на Знай.юэй, в студии Инга Мизерия. Наш гость сегодня Александр Гайдучак, педиатр клиники Интасана. Здравствуйте. Приветствую вас, Александр. Поговорим с вами на тему, которая всегда актуальна осенью, это грипп и прививки от гриппа. Последние, наверное, пять лет они стали более популярны в Украине, чем раньше, хотя все еще эксперты говорят, что очень малое количество людей прививается. Но первый вопрос у меня к вам такой. Вот есть острые респираторные вирусные инфекции, которыми мы болеем достаточно часто. Бывают они легкие, а бывают, когда проходят в достаточно тяжелой форме. И есть грипп. Почему от гриппа врачи советуют прививаться, а от ОРВИ ничего такого нет? Ну, смотрите, острых респираторных инфекций, их насчитывается больше, возбудителей насчитывается больше трехсот. И каждая из них вызывает стандартные симптомы. Кашель, насморк, повышение температуры, легкое недомогание. Грипп, он характеризуется, во-первых, более тяжелым течением. Это температура 39, это сильная головная боль, это мышечная боль, это интоксикация в течение 5-7 дней. Но он еще чреват осложнениями. Для гриппа характерны такие осложнения, как отит, бронхит, пневмония, синдром Рея. Это очень опасное состояние, которое грозит летальным исходом для детей. Именно поэтому от гриппа и рекомендуют делать вакцинацию. Поскольку обычные простуды, вызванные риновирусной инфекцией или другими, они протекают безопасно. И без лечения человек исцеляется, выдуживая на седьмые сутки. Когда мы ожидаем в Украине эпидемию гриппа? Ну, эпидемию гриппа всегда ждут с начала осени и по май месяц. На сегодняшний день прогноз такой, что больше всего, что она начнется в конце ноября и может продлиться до мая месяца. Учитывая то, что эпидемию могут провоцировать разные типы, поэтому в зависимости от возбудителя можно быть даже два пика, например, в декабре и потом в марте, к примеру. Ну, мы, наверное, мамы привыкли к тому, что есть список рекомендованных прививок, есть календарь вакцинации, дальше уже каждая мама решает, что делать, что не делать, или когда делать, может быть, вообще не делать. Но вот что касается прививок от гриппа, их в этих рекомендациях нет. Хотя каждый год, в принципе, да, опять же, если послушать многих врачей, телевизионных экспертов, говорят о том, что прививки лучше делать. Почему не вносят в календарь вакцинации прививки от гриппа? Ну, прививки от гриппа, это такая тема, почему не вносят? Потому что есть определенные группы населения, да, которые подвержены осложнениям и которые грипп грозит летальным исходом, да. Но для большинства населения грипп, в принципе, может пройти без всяких осложнений и без угрозы для жизни. Поэтому государство выбирает группы риска, и именно для этих групп риска, то есть целенаправленно оказывает помощь. Такие группы риска — это дети от 6 месяцев до 5 лет, это люди старше 65 лет, и это люди с хроническими заболеваниями. Ну, сюда также можно отнести и тех, кто находится, людей, кто находится в коллективах, которые постоянно работают с большим количеством людей. Это медики, это, например, сотрудники соцсферы, да, когда там большой поток людей. И, как я, как педиатр, отмечу детей, которые находятся в закрытых коллективах. То есть это какие-то школы, интернаты, тут даже если детские сады можно взять, да, когда маленький коллектив и большой риск инфицирования. Кому из детей вы, ну, точнее, кому из родителей вы советуете, каких детей стоит прививать, а каких нет? Есть ли какие-то противопоказания против гриппа или возрастные ограничения? Ну, возрастные ограничения против гриппа есть. Это возраст детей до 6 месяцев. Для этих деток вакцин нет. Здесь лучше прививаться маме, папе и как бы оберегать своего ребенка. А так, в принципе, в зависимости от вида вакцины, да, можно с 6 месяцев. Есть вакцины, которые разрешаются с 3 лет. Противопоказания к вакцине от гриппа такие. Получается, это наличие острого заболевания у ребенка в данный момент, это высокая температура, это интоксикация, это обострение хронического заболевания, это непереносимость предыдущих вакцин на грипп от гриппа, и это непереносимость куриного белка, то есть яйца куриные, либо куриное мясо. Если у человека есть тяжелая аллергия на эти продукты, которая протекала с анафилактической реакцией, то тогда такую вакцину лучше не делать. А вот вы сказали по поводу детей до 6 месяцев, а вот если родитель делает, если мама, допустим, продолжает держать ребенка на грудном вскармливании, можно ли маме в такой ситуации делать прививку? Это очень будет положительно, потому что вместе с грудным молоком ребенок будет получать антитела от гриппа, и он будет защищен. Поэтому даже были такие исследования, когда показывали, что матери, которые переболевшие гриппом до этого, то их дети не болели гриппом. И так же само у привитых женщин. Их ребенок защищен от гриппа. Если говорить о, например, садике или каком-то закрытом коллективе, где находится ребенок, допустим, есть в группе 20 человек, и двое привитые, остальные не привитые. Это имеет смысл? Потому что я читала исследование, что вообще, когда речь идет о каких-то прививках, если меньше 80% коллектива привиты, то, в принципе, эпидемия все равно может быть. Да, это не защитит от эпидемии. И я думаю, многие знают то, что вакцина от гриппа не защищает, можно все равно заболеть. Но таким образом мы защитим ребенка от осложнений, от той же пневмонии. И в целом, если в коллективе будет привито хотя бы 40% населения, вот именно с вакциной от гриппа, то это существенно снизит риск эпидемии. Поэтому, если родители в садике, в группе, даже хотя бы половина поддержат вакцинацию, то, в принципе, этот детский коллектив будет защищен. Вот мы с вами уже немного говорили о графике вообще вакцин, о календаре вакцинации. Можно ли сочетать вакцину от гриппа в этом же месяце с вакцинами, допустим, от дифтерии, от кори, которые тоже делаются? Да, можно. Только необходимо вводить вакцину в разные точки. То есть, либо если мы делаем в плечо, то значит в другое. И все. А какой должен быть шаг? Неделя достаточно? Нет, это все в один день происходит. Можно сделать все в один день. Даже в один день? А вот здесь, опять же, от некоторых прививок, мы знаем, что через две недели, допустим, может быть какая-то реакция от прививки от кори, допустим. Прививка от гриппа имеет ли какое-то такое пролонгированное действие, когда у тебя через две недели может у ребенка пойти насморк, и ты будешь знать, что это не потому, что он простудился, а потому, что ему сделали прививку? В основном последствия после вакцинации от гриппа развиваются на первые-третьи сутки, может быть на седьмые, и они характеризуются болезненностью в месте инъекции, мышечной болью, какой-то слабостью, недомоганием, очень редко бывает повышение температуры. Ну, фиксировали случаи, да, на фоне вакцинации каких-то катаральных проявлений тоже, кашля, насморка, першения в горле, но это бывает очень редко. А вот насколько часто вообще бывают, хотя бы какие-то симптомы, что ребенок все-таки... По поводу частоты? Да, да. Ну, например, слабость или какое-то недомогание может быть у одного из ста, вот, а повышение температуры, пускай у одного из тысяч, например. Что касается вообще качества прививок, потому что, например, мы знаем, что от других болезней не от гриппа, а, допустим, там приходишь в частную клинику, тебе предлагают нидерландскую прививку, а приходишь в государственную клинику, слава богу, если они вообще там есть, потому что часто они заканчиваются, то тебе предлагают индийскую. Ты знаешь, что там от нидерландской будет меньше побочных эффектов, а от индийской, возможно, опять же, там больше. Вот как здесь понять, какое качество вакцины и куда идти, какой состав читать, то есть что мама может проконтролировать? Понятно. Ну, по качеству вакцин, хоть будь то индийская, будь то бельгийская, французская, американская, это не имеет значения. Почему? Потому что все вакцины, изначально они контролируются ВОЗ, Всемирная организация здоровья. И все страны мира, они контролируют и технологию производства, и закупки, и транспортировку. Приходя в Украину, эту вакцину передают в Министерство здравоохранения. И там, опять же, идет контроль специалистов. Поэтому на рынке нашем все вакцины сертифицированы, все вакцины проверены. Если я иду в магазин, я больше волнуюсь за те продукты, которые я покупаю, чем за вакцину, которую я получу. Как надежнее купить вакцину, например, в аптеке, и после этого уже с ней поехать в какое-то медучреждение и сделать там прививку, или же все-таки сразу привезти ребенка в клинику, где уже эти прививки есть. Ну, дело в том, что можно сделать и первый, и второй вариант. Как по мне, я скажу свое мнение, мне бы проще было приехать в клинику. Почему? Потому что для начала это морока. Надо прийти к семейному врачу или к участковому педиатру, чтобы посмотреть, обсудить с ним вакцинацию, какую сделать прививку. Потом поехать в аптеку, закупить. А вдруг в аптеке нет. Ладно, мы нашли. Берем. Дальше идет нужда эту вакцину транспортировать. То есть это должна соблюдаться холодовая цепь. Нам нужна сумка-холодильник. Ладно, мы взяли ее в аренду. Мы приехали к доктору. Он говорит, ну, сегодня что-то у меня, например, прививочный кабинет загружат. Мы сидим, ждем. То если вы придете в клинику, в любую, которая занимается вакцинацией, вам назначат время. Вы придете, получите свою инъекцию. Но это в основном именно частные клиники. Ну да, это частные структуры. Это частные структуры. Либо если предприятие закупило эту вакцину и своим сотрудникам сделает, это тоже будет удобно, когда руководитель подумает о своих подчиненных. Ну, успокоили вы о том, что вакцины в основном качественные, потому что периодически проявляются в средствах массовой информации, что и контрабандные какие-то вакцины привозят. Ну, когда родители получают прививку, они могут ознакомиться и с упаковкой, и с этикеткой и так далее. Я тоже, кстати, читал эти новости, некоторые из них фейковые. Вот. И получается, там есть серия. Можно отследить серию. Еще в прививочном кабинете они выходить и писать, ой, нам вчера сделали прививку, посмотрите эту серию, мне кажется, она там контрабандная. Поэтому все, в принципе, можно сделать на месте, попросить все документы, все лицензии. Пожалуйста. Это и как в государственной, и в частной, и в любой клинике. Если уже есть готовность родителей привить ребенка, они уже знают, где есть эта вакцина, теперь, как им подготовить ребенка вообще к вакцинации? Ему надо сказать, мы идем на прививку, прийти к доктору, сделать и идти праздновать этот день. Какие-то предварительно анализы, ничего сдавать не надо? Ничего не надо сдавать. А перед этим все равно ребенка, да, должен осмотреть педиатр, правильно? Да, да. Ребенка должен осмотреть педиатр, ну, он должен исключить какие-то острые состояния, да, но родители тоже не должны молчать. Они должны обратить внимание, например, доктора на то, что, а мы вчера делали прививку, или, например, там, а вот у нас была такая симптоматика, либо мы не перенесли какую-то вакцинацию, либо мы не перенесли какие-то антибиотики и так далее. Если в семье кто-то из родителей заболел, ОРВИ, допустим, или простудился, не всегда легко определить, что это вирусное заболевание или нет. Вот здесь нужно ли как-то отложить поход с ребенком в клинику? Ну, я думаю, что однозначно нет, потому что это только затянет процесс вакцинации, и это будет неправильно, потому что, как я уже говорил, что противопоказания какие-то, аллергия, это непереносимость, это острое заболевание. Ребенок здоров, значит, мы делаем прививку. Какие-то пробы на аллергию могут сделать? Вот, допустим, если, ну, нет, допустим, на, там, куриный, там, белок, да? Допустим, ну, родители не всегда знают, на что еще у ребенка может быть аллергия, потому что он какие-то продукты мог, ну, просто не получать, да, в течение жизни. Вот здесь можно ли сделать какие-то пробы, чтобы точно быть верным? Ну, здесь пробы не проводятся, вот, и если он до этого не получал никогда вакцину, то только уже постфактум можно будет. Есть ли какие-то альтернативы прививкам, витамины, закаливания, там, больше прогулок? Ну, в инфекционном процессе два участника, да, это человек и вирус, но, к сожалению, вирус настолько заразен, что кроме вакцины ничего не поможет. Вот, единственное, что если человек закаливается, принимает витамины, правильно питается, ведет здоровый образ жизни, то он и инфекцию будет легче переносить, и риск, и возможных осложнений у него меньше. Но заразиться он или не заразиться, это уже зависит от той вирусной нагрузки, которую он получит, от того общества, где он находится. Вот, что касается закаливания, да, если у родителей появилось такое желание, в какой сезон лучше начинать практиковать закаливание ребенка? Ну, тут не имеет значения сезонность, да. Проще начинать, конечно, когда это лето, там, весна, вот, с каких-то сухих ванн, то есть прогулок и так далее, а потом можно и водные процедуры. В принципе, не имеет значения. Потому что я, допустим, там, в моем детстве, там, если кто-то говорил про закаливание, значит, сразу было такое, что да, это надо выйти на снег босиком и обливаться там холодной водой. Нет, это все очень постепенно и все индивидуально, вот, и вообще закаливание водой, это все-таки будет нагрузка для ребенка и для детского организма, поэтому необходима этапность. Вообще, всем ли детям вы советуете, ну, точнее, всем ли родителям вы советуете закаливать своих детей или, может быть, просто в такой период попытаться избежать походов, там, в кино, в какие-то места, где слишком много людей кашлящих и чекающих? По поводу закаливания, правильного питания, это мы всегда на всех осмотрах своим рекомендуем родителям. А по поводу ходить в кино, то, конечно, в эпидемию мы их не рекомендуем. Такие походы в людные места мы рекомендуем мыть тщательно руки, пользоваться одноразовыми салфетками, носить маски или же избегать контакта, если сам заболел. Что касается промывания носа соленой водой, после посещения мест, где можно подхватить какие-то вирусные инфекции, это работает? Ну, я вам не могу сказать по поводу этого со стопроцентной готовностью, что это работает. Поскольку одно дело, если только вот был контакт с вирусом, но если уже процесс запущен, то как бы промывка тут не поможет. Но промывание носа значительно уменьшает риск инфицирования. И когда мы лечим деток с насморком, то такие дети, которые используют солевые растворы, они на 2-3 дня быстрее выздоравливают. То есть симптомы вот этой простуды, они на 2-3 дня быстрее проходят. Спасибо большое, Александр Гайдучак, педиатр клиники Интосана, был гостем нашей студии. Смотрите нас на Знай.ua в Ютьюбе и Фейсбуке и подписывайтесь на наш канал. До свидания.